Всем привет! Я и мой лысенький друг поздравляем вас с приходом зимы! Всего через один месяц уже наступит новый 2017 год, и я, как, наверное, многие из вас, стараюсь доделать все дела в этом году, чтобы в Новый год войти, так сказать, с чистого листа. И я словила себя на том, что я люблю сочинять всякие разные списки, туду-листы, и весь мой блокнотик пестрит подобными штучками. У меня насобирались пункты, и я так их и записала в своем блокнотике, что успеть до Нового года. И здесь есть несколько пунктов, и я решила поделиться с вами. Зачем? Потому что, когда я говорю об этом с народом, у меня появляется внутреннее обязательство, и я становлюсь более ответственна, и поэтому, скорее всего, я выполню все эти пункты. И, конечно же, покажу вам свои результаты. Наверное, покажу промежуточные, ну, например, я сейчас расскажу, о чем идет речь. Покажу промежуточные, и покажу в финале того, например, 31 декабря, смогла ли я выполнить все эти пункты. Так или иначе, это касается моей жизни, работы, какого-то там благоустройства и ютюба. Поэтому это, скорее, даже прогноз видео, которые будут выходить на моем канале, поэтому слушайте. Итак, первый и очень важный для меня пункт, в принципе, как для иллюстратора, это сделать, наконец-то, нормальное портфолио на Behance. У многих бывает проблема, что им просто нечем наполнить портфолио, и поэтому они его не делают. У меня же есть работы, и почему я до сих пор не выставила их на Behance? Я не знаю, это ужасный необоснованный страх, это страх перед неизвестностью, и я обязательно должна это побороть. И я уже себе там что-то напланировала, поэтому я сделаю и покажу вам, и дам нормальную ссылку, и вы все сможете зайти и посмотреть, что я там нарисовала за это все время. Короче говоря, первый пункт, это сделать портфолио на Behance. Второй пункт, это напечатать свои открытки. В прошлом году, я даже снимала об этом видео, я нарисовала такую мартышку, и в честь года мартышки, огненной красной обезьяны, я раздарила открытки вам и своим друзьям. В этом году я хочу продолжить эту традицию, и нарисовать, и напечатать открытки, отправить их далеким друзьям, разыграть среди вас, и я обязательно об этом сниму видео, поэтому шутите. Третий пункт, это написать картину маслом. Я потеряла свои масляные краски, и мне от этого очень горестно, и как говорится, когда теряешь, тогда начинаешь ценить, и мне очень хочется написать картину маслом, и это будет что-то абстрактное, и я даже знаю, куда ее повешу. Я в старшей школе, и на первых курсах университета очень любила живопись маслом, и мне кажется, я до сих пор ее люблю, и никогда не узнаешь, пока не проверишь. Поэтому я обязательно должна пойти купить себе новые краски, и скрипать душой, даже несмотря на то, сколько они стоят, купить себе холст, и сделать нормальную, крутую картину, и просто отдохнуть душой во время живописи. Поэтому мой третий пункт, это написать картину маслом. Четвертый пункт касается моего рабочего проекта по иллюстрации. Я проиллюстрировала одну книгу, которую я вам показывала, это «Привлечение девочки, которая ходила ночью кушать печеньки», ой, кушать мороженое. Сейчас я должна делать вторую серию, ну как должна, я и хочу, и она как раз посвящена Рождеству. И несмотря на то, что мой дедлайн аж в августе 2017-го, я хочу начать работу над этой книжкой именно сейчас, и, возможно, и закончить в декабре, потому что на волне этого вдохновения, этого рождественского порыва, отовсюду будет просто источник этого колоссального вдохновения, и, мне кажется, именно сейчас будет просто доречен, как это по-русски. Именно сейчас будет очень в тему начать работать над этим проектом. Поэтому мой пункт так и звучит. Начать работать над рождественской второй книжкой из серии про Одри. Начать, не закончить. Есть у меня один такой маленький пункт, который очень легко выполняется, это сдать пакет с макулатурой. У меня я насобирался вот такой огромный пакет, и он стоит тут рядом с моим рабочим столом и просто муляет мне глаз. И ничего не стоит просто пойти и сдать это все в макулатуру, поэтому это очень легко выполнить, но я должна это сделать именно до Нового года. Еще один очень важный пункт, это заблаговременно купить, упаковать в подарки друзьям. Тем более, что я хочу снять об этом отдельное видео, которое выйдет... Это я сейчас смотрю на свой календарь Ютуба. Ориентировочно 22 декабря. И я хочу все сделать заранее, чтобы в последний момент просто не бегать как сумасшедшие и покупать подарки. Я уже все расписала, что чего хочу кому подарить, поэтому моя задача все это сгруппировать, упаковать, снять и показать. Осталось два пункта. Я приоткрою вам небольшой секрет. Некоторое время мы с Сашей работали над стикерами для iMessage, и я хочу их закончить и выпустить именно до Нового года, чтобы это не ложилось на мои плечи в следующем году. Осталось очень мало работы, это будет очень круто и забавно. Я надеюсь, я хочу, чтобы мы с Сашей сделали это до Нового года. И, конечно же, я об этом сниму видео и расскажу вам, как это все происходило. Поэтому стикером быть. Ну, а последний пункт касается непосредственно Ютуба. И он звучит очень просто. Я хочу выпускать три видео в неделю. Я не буду говорить, что это будут какие-то конкретные дни, потому что всякое бывает, особенно техника часто подводит. Поэтому это будет три видео в неделю, это я гарантирую. Возможно, будет даже больше, но я лучше не буду обещать, чтобы потом не нервничать. Я надеюсь, вам это будет приятно, точно так же, как и мне. Вот, собственно, и все пункты, которые я хочу выполнить до Нового года. Об их исполнении я буду держать вас в курсе. Буду снимать об этом видео, а также показывать какие-то рабочие процессы в Инстаграм. Кстати, заходите. И мне интересно, напишите, делаете ли вы подобные списки и какие дела вы хотите закончить до 2017 года. Я обязательно почитаю, мне очень интересно. И спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся очень-очень скоро. Пока!